1 января. Самое интересное, во что это слепится. Задумка такая. Лепить по одной кружке в день, несмотря ни на что. Где я? Хоть в космосе. Каждый день. Что со мной, это и не важно. Слепила. Делать ничего не могу. Мамочка приходила меня покормить. Накрывает после химии. Но мне моя идея все равно нравится. Уже 15 кружек. 11 апреля. Я узнала, что здорова. Я победила рак третьей прогрессивающей стадии. Второй раз победила. Этот поток фотографий, постов и соцсетей притягивает внимание зрителей не меньше, чем сами творения Оли Латкиной. Здесь про жизнь, про смысл каждого прожитого дня. Об этом проект с таким простым и в то же время глубоким названием 365. Многие философы, многие века, они рассуждают про душу, про материю, про самосовершенствование, про развитие, пишут эти вот массовые философские. А Оля разговаривает с нами языком именно художественной керамики. Но это не именно тот случай, когда хрупкая керамика становится сильнее самых мутных слов. И я хочу сказать огромное спасибо. И поздравить тебя с такой великой и великой выставлением. Да. Поздравляю. В выставочном зале музея родные и близкие Оли. Друзья и поклонники ее творчества. Многие следили в соцсетях за тем, как каждый день появляется новая кружка. В том числе и мы. Про проект 365 Оля нам рассказала год назад. Тогда она стала героиней программы «Я дома». Во время съемок в ее мастерской мы заметили десятки кружек, аккуратно составленных в уголке. Я понимала, что мне самой себе нужна какая-то мотивация, какой-то толчок, какое-то честное слово себе надо сказать, что я не сдамся. Во мне родился проект. Он называется «Жить каждый день». Это мой девиз. Тире лепить каждый день. Я решила, что я буду лепить по одной кружке в день. И вот здесь у меня уже полгода. Сегодня их может увидеть каждый. Из простой глины и специальной керамической массы. Маленькие и большие. Яркие и окрашенные в темные тона. Все разные. Точно такие же, как и дни нашей жизни. На каждой кружке дата, когда она была слеплена Олей. «Для меня это, наверное, настроение. Глубина чувств, глубина ее сердца. Так, эмоции пришли. Сейчас. Я знаю, какая Оля на самом деле трудяшка. Сколько она сил, души вкладывает в свое делание. И у нее, если можно обратить внимание, в других работах, у нее часто можно увидеть руки. И я думаю, что это такой важный инструмент сопутствующий, который материальный, и мы можем его увидеть. Это руки мастера. А через руки на самом деле это отражение ее души. Души мастера. Руки можно увидеть и у работы под названием «Творец». Она находится в центре инсталляции и словно собирает все кружки в один поток. Работая над этой выставкой, автор определила, чем для нее является керамика. Это не обузданная стихия, но в то же время упорядоченная вселенная. У меня прям до мурашков. То есть, ну, да, были какие-то сложности. Иногда руки опускались. Иногда думаю, ну зачем? А с другой стороны, когда уже видишь на полочках множество-множество кружек, когда я их начала раскрашивать, когда они уже стали такими, какими я их задумывала, думаю, господи, как же это здорово. Я увидела свою жизнь еще с другого ракурса. Это очень важно. Я увидела. Моя жизнь складывается из чудесных мелочей, которые, казалось бы, может быть, и не видны, но вот в этом проекте я все это разглядела, увидела и еще больше оценила. Я поняла, что я счастливый человек. И Оля делится своим счастьем со всеми посетителями. Это тот редкий случай, когда на выставке можно взять экспонат в руки, ощутить каждую деталь, почувствовать энергию автора и даже приобрести свою кружку. Ведь кружка от Оли должна быть у каждого. У меня всегда есть кружка Ольги Латкиной. Я знаю полочку, с которой можно ее взять. У меня, на самом деле, кружка Ольги Латкиной есть и дома, и на работе. И они у меня периодически бьются, как и все кружки. Но я действительно настолько уже на них подсела, что каждый раз у меня возникает новая Олина кружка. Мы начинаем день с кружки. Берем ее в руки днем и вечером. Наливаем в нее кофе, чай, простую воду. И каждые сутки нашей жизни это те же самые кружки. И от нас зависит, чем мы их наполним. Об этом выставка авторской керамики Оли Латкиной, которая работает в городском музее до 18 августа. Анастасия Саблина, Кирилл Яранцев. Наши новости.